Доброе утро, мои любимые! Сегодня у нас отличный день. Идём узнавать, что всё в порядке с нашим братиком-сестричкой и узнать, если это сестричка или братик. Только что встала, только что. Идём. Папа сейчас придёт с рыбалки. Он три раза в неделю ходит на рыбалку, это сумасшедше. Но зато мы много омега-3 кушаем. Сейчас посажу мою Анабельку. Вообще-то времени у нас много нету. И вчера съела баночку помидоров. Они были очень острые. Обычно они не острые. Давайте сделаем тут цвет. Уже стоят? Нет, вообще-то не сделаю, потому что там ремонт. Во-первых, расскажу вам, что я сейчас на 16-й неделе. Я думаю, что на 13-й неделе я кушала немного. Просто мой желудок не хотел слишком много. Я знаю, вы видели в влог из Лондона, кому я всё это говорю. Но, честное слово, я очень быстро была сытая просто. И хлеб, булочки, это вообще не моё дело. Мне не нравится. Боня добавим ахаварим шарану. Но вчера, нет, несколько дней назад, я думаю, это началось, я начала просто кушать очень-очень много, хотеть кушать очень много. Есть просто очень много групп в фейсбуке. И одна из них, где я нахожусь, называется что-то в этом роде. Это значит 9 месяцев беременности. Беременные вместе, что-то такое. И, в общем, кто-то вот этот сыр выложил. Я обожаю этот сыр. Она спросила просто, если, я не знаю, как на русском, мефустар, если он мефустар, все большие производители в Израиле обязаны делать это мефустар, есть такой закон в Израиле. Потому что то, что не мефустар, просто беременна нельзя кушать. Поэтому она это спрашивала. Но я обожаю этот сыр, называется промеж. Не промеж, а промез. Эз, это как бы, эз, это козлик. Это козий сыр. И я думаю, что он называется помаж. Нормально, на нормальном языке. Но просто потому, что козлик у нас. Ну, видите, это такая штучка. Козлик, и как бы... Просто так интересно сделать название. В общем, и я была на работе, и пошла за этим сыром в супермаркет. Купила его. А потом нашла вот этот сыр. Халуми. Я его уважаю. Это сыр, который жарят и делают из них салат. Из него салат вот такой, как нарисован. Или салат, или сэндвич. Я обожаю. И затем я купила еще вот такой сыр. И все, потому что кто-то поставил вот эту вот фотографию. Я ее спросила, где принцесса? Она говорит вот так. Самое лучшее произведение в мире. Есть у нее такая палатка детская. Там шарики. И эта палатка, на ней нарисованы принцессы. И мы всегда говорим, Эйфон и сиха, эйфон и сиха. Она показывает на принцесс. Эйфон и сиха это дет принцессы, на игре. А в последний раз, несколько дней назад, Баррель сказал ей эйфон и сиха. И она опять стала показывать это, это, это. Но он сказал ей нет. Скажи мне я. И с тех пор она говорит я. И улыбается так, потому что знает. Набелька хочет пить. Для Набельки минеральной воды немножко, ну, холодной, а потом немножко горячей. Я вам расскажу про нашу интересную семью. У Барреля есть два брата. Дело в том, что у двух братьев Барреля, у одного брата три девочки, а у другого брата два мальчика. И, кстати, вот этот брат с двумя мальчиками, они тоже сейчас беременны. Мы узнаем, если есть у нас какая-то изюминка в семье, что мы можем делать только одного пола детей, если у меня будет девочка, а у брата будет мальчик, то это так. И тогда я буду знать, что у меня будет много детей. У меня будет хотя бы пять детей. Я буду знать, что все эти пять детей будут девочки. Хотя мне обещали мальчику когда-нибудь. Ну, хотя пять девочек, я думаю, это очень-очень классно. Брат очень-очень хочет девочку, но жена его хочет мальчика еще. Так что мы уже на месте, и мы ждем, пока мы зайдем, мы узнаем, если это мальчик или девочка. Борель говорит, что это мальчик. Мальчик? Я говорю девочка. Хотя я не уверена, с Аннабель я была очень-очень уверена, но с самого начала, еще перед беременностью, мы всегда ее звали Аннабель уже с первого момента. Но здесь я не уверена, я не знаю, как вы. Мы были в казино в Лондоне, и в первый раз, в который мы были, мы выиграли 200 баллов, потому что мы были на рулете. Борель ставил цепи, а я ставила цвет, красный и зеленый, и я каждый раз угадывала цвет, это было что-то с чем-то. Это моя первая перебись. А во второй день мы пошли на казино, Борель уже не хотела, потому что Борель очень любит казино. Я, вы знаете, у меня есть прошлое с казино, ну, как бы, потому что мой лучший парень, у него бизнес такой, он возит людей из Израиля по всяким казино. В мире я с ним ездила всегда, хорошо, что Борель понимает иврита, и русского, или понимает, значит, у меня и в лицо. Маме, это маме, маме. Когда я ездила, он никогда мне не дал вал играть за мои деньги, он не хотел, чтобы я в это заходила. Он сам почти не играл, он, Борель любит. И во второй день, когда я не хотела пойти в казино, но когда мы выиграли 200 баллов, то я очень-очень хотела. Это первый, когда я была на казино в Лондон за поводом. И во второй раз он не хотел пойти, а я очень-очень наставила на это. Я сказала, я знаю уже эту теорию, я знаю, как сабит цепи. Я был в Хакутбол. И в Волох? Там правда красный, красный, зеленый, зеленый. Я просто держала в такой транс, я знала, что говорить. Но во втором казино это было намного сложнее, там как попало, это шло. Не было никакой теории из этого, никакого инстинкта. Так что мы проиграли там. И я понимаю, что в жизни ты не бог, ты не можешь все знать. А вы что плюс шеш? Я знаю, они еще, махали еще шешу. Бочки, фотоаппы там больше, они юмай, мэтэр, мимаш. В общем, в жизни ты не можешь все знать. У тебя может быть большой инстинкт, но инстинкт, кто учил психологию, тот знает, что инстинкт это не что-то сверхъестественное, а это что-то, что мы знаем в жизни. Я люблю трогичь. Я люблю трогичь. Больше, чем трогичь. В общем, я вам не скажу пока что кто, но скажу это в конце видео. Сейчас все такие перешли на конец Вилья. Мы идем кушать, потом я иду на работу, а Борель едет в бассейн за Набельхой. У меня есть имя уже, у меня есть имя. Я знала, что если это будет такой-такой пол, то у меня точно есть для этого имя. Как наш папочка чувствует себя? Маме ехать, а моргись. Не, это сад. Но ты говоришь. Я чувствую себя. Ты счастлив, счастлив, что любит? Любит и мать, что она любит мне в бора митрак. Спасибо, мать. Мать у тебя? Нет, я не знаю. Ты моя мать у нас. Мой милинки, это рогичь. Я знала, что я очень красивый. Я знала, что я... Ну, что я... Я не знаю, как Баррелла. Я не знаю, да, у меня один профиль. Терри, терри, ладно. Отлично, отлично. Ты делаешь профиль сейчас? Просто... Близ нецей. Мы сейчас будем кушать эти буфе, потом мы покажем что-то есть в этом буфе. Ай, я не сказала, мы находимся в раме Тави. Это Заргубит Центр. Раме Тави. Мы сейчас покажем вам о том, что мы хотим купить. Не так. Посмотрите мой влог из Лондона. Мы кушали там в первый день. В отеле называется Шангрилла. Очень фестивный отель. Это стоило нам 400 шекелей. Это стоит 32 паунда и 12% чем-то на каждого человека. Мы просто... Мы были просто в восторге от этого буфе. Но это буфе, оно тоже очень классное. Оно стоит 65 шекелей на человека. Буфе... Ну, буфе... Это хлеб. И один напиток на каждого. 65 шекелей на каждого, конечно. И еще 10 шекелей. И добавляете, получаете... яйца. Сейчас там приедут яйца. Восходительно. 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 До двух дней. Трудный день был сегодня, но я уже дома, сейчас пришла Наша подружка принесла мне, нам, тирамису, которую она сама приготовила Её собачка тут тоже Набель хочет вам сказать, что она очень-очень-очень сильно ждёт свою сестричку В последнем кадре я выглядела просто ужасно, так что я решила прихорошиться Если честно, то я бы очень растрогалась, если бы у меня был мальчик Потому что у меня как бы мальчик это что-то совсем новое Но я очень хотела девочку, потому что я хотела, чтобы у Набельки была подружка И не знаю, в общем, мне не было важно, если будет девочка или мальчик Но просто проблема в том, что я очень... я вот так выбираю имена Я не люблю израильские имена, я не люблю имена, которые часто слышатся С Набелькой это было очень-очень просто, потому что у Набель очень большой смысл для меня И оно просто мне когда-то пришло в голову Я думаю, что имя должно... сначала должен быть смысл, а потом имя А не придумывать ему какой-то смысл А ещё... Ничего страшного, если просто есть красивое имя, а смысла в нём нету Боррель, допустим, это просто красивое имя, в нём никакого смысла На иврите это значит сын бога Но смысла большого у него нету, потому что его родители не религиозные Они вообще традиции не соблюдают И как бы вы поняли, о чём я В общем, у меня есть очень большие критерии для имён Мне надо, чтобы это имя звучало хорошо на трёх языках хотя бы На английском, на русском и на иврите Мне это очень важно, чтобы это имя не было... Чтобы моя девочка, допустим, не пошла в садик И в садике у неё было ещё четыре девочек с тем же именем Это мне тоже важно Короткие имена я не люблю с одним слогом Есть очень много таких на иврите И в общем, смысл в том, что для мальчика очень-очень трудно найти такое имя А девочки, это легче выбрать имя Есть часто такие имена, как... Ну, Николь и Мишель Это очень, как бы, десять лет назад, я думаю, это было в моде Это, как бы, каждая русская семья израильская давала это имя своим девочкам Это было очень в моде Теперь, в последние годы, Эмма Тоже сначала это было очень редкое имя А потом за три года каждая вторая девочка сегодня Эмма Сейчас два года подряд, как бы, Эмилия, Эмилия Это имена Эммануэль это тоже редкое такое имя, но всё равно дают А Набель это самое редкое имя Когда люди спрашивают, есть всякие такие группы в фейсбуке В общем, всегда пишут, назовите мне самые редкие имена девочки И называют всякие имена, но Набель никогда, никогда не называли И это меня радует, я тоже никогда не пишу, потому что я не хочу, чтобы мне забрали это имя В общем, имя у меня уже есть, но может, конечно, я изменю то, что я думаю, но пока что имя у меня есть Я его никому не скажу из-за одной причины Я не верю в приметы, вы это знаете Может быть, я изменю своё решение, это во-первых Во-вторых, есть люди, которым это имя может не понравиться И мне, конечно, нету разницы, но они могут, знаете, как люди, люди иногда могут быть очень настойчивы Выговаривать своё мнение И они могут сказать мне Нет, что ты, это имя, бла-бла-бла И, конечно, мне нету разницы, что люди думают, подумают Но просто это что-то может сделать твоим мыслям И ты вдруг начнёшь быть расстроена из-за этого Или... В общем, что-то психологическое Даже если не захочешь, это может случиться Поэтому я не хочу, чтобы такое было А когда она родится, я её назову так И пусть кто-то только попробует сказать, что это плохое имя Для неё В общем, я уже хочу с этим с вами поделиться Но это, наверное, будет в конце марта, начале апреля Так что ждите Расскажите мне, если вы тоже ждёте девочку Или ждёте мальчика, на какой вы неделе Мне будет очень интересно И кто не ждёт ни мальчика, ни девочка Тоже напишите мне, что вы думаете о том, что у меня девочка Спасибо, что вы были со мной снова И я вас целую Спокойной ночи